у нас на нашем канале есть даже плейлист по периодическому интервальному по разным называют голоданию обязательно посмотрите там несколько фильмов и понятно что интервальное питание по времени значит утренние интервальные вечерние интервально в общем на придумано огромное количество этих детства очень хорошо и вот новая новая диета интервальное голодание с переменными какими-то бывающим делами понятно что выходит новая работа по данной теме так усаживайтесь поудобнее времени у нас как всегда мало вперед вперед к знаниям начнем как всегда с introduction то что интервальная диета помогает похудеть изменить состав тела простым людям это понятно кому непонятно посмотрите наш плейлист по этому вопросу а вот для спортсмена подходит ли интервальная диета систематический обзор двадцать четвертого года делает следующие выводы прерывисто интервальное голодание приносит пользу с точки зрения состава тела без снижения физической работоспособности поддержание мышечной массы до способствует и улучшению максимальной мощности поэтому и спортсменам и простым людям фитнесером интервальное голодание вы видите полезно обычные стратегии снижение массы тела начинают авторы часто включают постоянное ограничение энергии которые требуют от людей постоянно потреблять меньше калорий чем необходимо их организму для достижения устойчивого отрицательного энергетического баланса несмотря на то что вот это ограничение может быть эффективным средством для краткосрочного снижения массы тела человеческий организм претерпевает ряд компенсаторных метаболических поведенческих и эндокринологических изменений в ответ на хроническое ограничение энергии что может затруднить дальнейшее снижение массы тела с помощью этого метода и часто приводит к высокому уровню отсева хотя ожидается что обмен веществ будет снижаться при непрерывном снижении массы тела часто наблюдается что снижение больше чем ожидалось на основе изменений составе тела который происходит во время ограничения энергии что приводит к заметному снижению эффективности потери массы тела с течением времени это компенсаторное снижение обмена веществ обычно называют метаболическая адаптация также известно как адаптивный термогенез таким образом определение стратегии по смягчению этого компенсаторного снижения обмена веществ во время ограничения энергии может повысить эффективность долгосрочного снижения массы тела в последние годы интервальное питание включающие периоды перерывов стало потенциальным решением недостатков снижения калорийности рациона это диетическая стратегия предполагает короткие периоды времени обычно называемыми перерывами в диете или повторными приемами пищи час вы видите на экране как это достигается когда люди увеличивают потребление энергии до поддерживающего уровня или выше во время диеты было высказано предположение что включенные перерывы могут функционировать как периоды метаболического отдыха ослабляя компенсаторное снижение обмена веществ связанное с ограничением калорийности стоит отметить что вот это интервальная диета иногда неправильно интерпретируется в литературе как казалось бы похожий диетический подход под названием интервальное голодание которые включают себя различные типы протоколов голодания такие как диета 5-2 чередование дней и питание с ограниченным по времени в общем посмотрите наш плейлист там огромное количество вариантов тем не менее с концептуальной точки зрения интервальное голодание следует отличать от подхода интервального голодания с отдыхом по эффективности изменения состава тела поскольку этот метод может вызывать принципиально разные физиологические и психологические эффекты интервальное голодание это модель питание которое фокусируется на определение времени приема пищи и предполагает чередование голодания и приема пищи в то время как интервальное голодание с отдыхом эта стратегия которая фокусируется на перерыве от хронического ограничения калорий когда энергетический баланс или привычный рацион намеренно восстанавливается через определенные промежутки времени в общем в этот метаанализ вошло 12 исследований давайте переходить к выводам и так интервальное голодание с отдыхом и снижение калорийности вызвали значительные улучшения состава тела при этом компенсаторное снижение обмена веществ было меньше при вот этой диете по сравнению с традиционными калорийными ограничениями что очень хорошо что в этом метаанализе разобрали диету которая справляется с падением да вот со снижением метаболизма до рмр там бмр неважно как называть в общем эта диета может возвращать наш метаболизм опять вверх правильно поднимать его что очень хорошо для мышц для продолжения до жиросжигания и так далее и это очень классно и в очередной раз добавляется новый инструмент для работы нутрициологу персональному тренеру и так далее в общем если вам фильм понравился не забываем ставить лайк и втыкать колокольчик вот не колокольчик подписчик канала веселая наука у нас самые занимательные веселые практичные а главное научные фильмы все пока пока